Здравствуйте, я Дима Шатурин. Отец погиб, мне еще было 8 лет. Мать, не знаю где. Я не обижен на судьбу. То есть, если буду обижаться, то чего не добьюсь сам. У меня еще есть сестра и брат, на которых надо тоже следить. На них тоже моя ответственность лежит. Сейчас только главное выпуститься в меня, да и на ноги встать нормально. И учиться дальше как бы. Потом работать уже. А там же и семья, может быть, и будет, и так далее. Хотел я стать поваром. Пришлось мне с другом идти, начало на поле, а там уже под меня на поле. То есть, как будто сердце говорит, что я на поле хочу, и все. Попал на проект я случайно совсем. На этом месте, может быть, не я должен был быть. Там другие ребята хотели ехать, должны были. Но они отказались. И как бы я решил, как бы тоже поучаствовать. Посмотреть мир, сложность какая, какая красота. Даже в других городах. Ну, то везде все свое. Нужно путешествовать больше, не оставаться дома, не вянуть. Так, меньше проводить за компьютером время, а общаться с друзьями, путешествовать больше. Не только за территорией Косноярской, но и за границей. Проект мне подарил силы, возможности, новые удивления. Также проект мне дал возможность увидеться с бабушкой, с которой я не так уж часто и вижусь. До проекта я бабушку не видел где-то, ну, года два-три. Вот она бывает, приезжает, но не так часто. Десять лет назад я был, ну, чуть капризничен, вреден и так далее. То есть я так же думаю, ну, может быть, и вывезу другим, хотя оказывается нет. Сейчас как бы лишь к дому, может быть, и хвалит, и дерево, и говорит, хороший такой. То есть я уже как бы и работаю, и зарабатываю. То есть я изменился в течение тех 10 лет. Таким я был через 10 лет, я тоже не знаю. Есть-то у меня друзья-то, так тоже защищаются за меня, вступаются, всегда вместе ходим. То есть до 6-ти в соль, то все равно меряемся. Не отворачивайся на спину, и сюда выручают. Это мой друг настоящий. Счастье-то, когда ты всем доволен, у тебя все есть. То есть даже если ты и беден, но ты все равно счастлив. Вот оно и счастье. При поддержке компании Красцветмет.